Итак, давайте начнем прямо с самого начала. То есть, помните, мы с вами говорили про благословения, сейчас мы как бы каждую из них будем подробнее рассматривать, уже исходя вот из конкретных таких вещей. Итак, первый возраст, младенчество, от ноля до года. То есть, ребёнок только что родился, и до года значимый человек в жизни ребёнка – это в первую очередь, конечно же, мать. Потому что это первый человек, до которого он дотрагивается. Первая женщина, которую тепло он ощущает, чьё молоко пьёт. Кто вкладывает, в чьи глаза он смотрит, и именно женщина вкладывает в ребёнка эмоциональную составляющую. Или не вкладывает. И вот именно в этом возрасте у ребёнка, у человека происходит, посмотрите, выбор. Он выбирает для себя, либо выбирает веру и надежду в этой жизни. Он верит, что жизнь прекрасна, он надеется, что его жизнь состоится. Опять же, это подсознательно. И в результате нового образования возникает байсное доверие. То есть, он готов доверять людям. И не только потом уже людям. То есть, это доверие уже идет и выше. И это как байсное доверие, оно уже формирует и доверие Богу. Или выбор формируется в пользу безнадёжности. Если ребёнок делает этот выбор в пользу безнадёжности, опять на подсознательном уровне, ещё раз повторяем, то тогда в характере формируется уход от общения и деятельности. Ну, чтобы было понятно, чтобы это понятно было, что это не голые фразы. Я просто сейчас начну приводить пример. Вот мы начнём приводить. И вы поймёте, что всё это действительно работает в жизни. Мы не будем проводить сухие цифры. Цифры с корреляционным анализом из научных исследований. А мы будем давать примеры из жизни. Моя сестра лежала в больнице с маленьким ребёнком. И в её палате лежала девочка 9 месяцев. Её принесли из дома ребёнка с воспалением лёгких. То есть, она лежала в её палате. И вот Алла рассказывает. Ну, отказной ребёнок. Отказной ребёнок. И она рассказывает, когда мы вот с дочкой её положили вот в эту палату, ей сразу сказали, так, на руки не брать вот эту девочку. С рук не кормить. С рук не кормить. Если у вас будет желание, вы можете поменять ей пелёнки. Но на руках её не держать. Потому что вот вы уедете, а потом мы не сможем за ней ухаживать. Кто нам с ней мучится, на руки всё время брать. Да, а в доме малютки, тем более, как бы этим никто не занимается. Поэтому не надо её приучать. Их даже кормят не всё время, потому что не успевают всех покормить за завтраком. Там, в доме малютки. Всех завтраком, всех обедом, всех ужином. Всех их там кормят по очереди. Детям завтраком, этим обедом, этих ужином. Ну, это не везде, не во всех домах. Ну, есть такие дома. То есть мы действительно читали вот отчёты по некоторым домам. То есть там действительно в некоторых наблюдается такая страшная картина. Дети не докармливаются даже в этом возрасте. Не говоришь о том, чтобы взять на руки, поговорить. Так вот, они, в общем, сказали, что не трогай. И она говорит, я говорю, во штабе лежит этот ребёнок, маленький. А она сама с маленькой лежала, дочкой. Ну, у меня, говорит, такое вот чисто женское такое, говорит, я ей улыбнулась. Ребёнок, ну обычно как, ребёнок улыбаешься, что этот беззубый рот тоже всплывается в улыбке. И эта девочка сжалась, и в её глазах, говорит, ну ужас, не ужас, но страх, непонимание. Вообще, девочка не привыкла, этот ребёнок маленький, понимаете, вот эта вот вера, надежда, всё, она выбрала для себя. Нет удоверения. Что это вообще за тётя с таким странным лицом? Обычно с каким лицом подходит тётя? С озабоченной. А тут вдруг тётя улыбнулась. Непонимание у неё, понимаете? Всё. То есть вот эта девочка лишена этого боесного доверия. Уже изначально в её характере её нет. Мы с вами поколения, которые в большинстве своём лишены вот этого новообразования. Потому что в то время у наших мам не было такого, что у сегодняшних мам, что дают три года возможность сидеть с ребёнком. Наши мамы имели всего два месяца. И через два месяца, если они не выходили на работу, их увольняли. Вот это... А детей отдавали в ясельку? Ясельку. И это было очень распространённой практикой. И практически вот наше поколение, вот до того момента, как наше правительство приняло вот это вот постановление о трёхлетнем возможности матери быть дома, мы лишены вот этого положительного новообразования в большинстве своём. Мы, дети, ясли. И я просто помню, даже могу вспомнить свою вот сестрёнку. Когда мне было 7 лет, родилась моя младшая сестрёнка Алла, да? И я помню это. Я шла в школу, а он, кстати, был рядом с моей школой. Я на коляске мою сестру двухлетнюю завозила в этот... в эти ясли. Вот там я никогда не забуду её глаза, когда она смотрела на меня с тоской, когда я её передавала в руки чужой тёте. Её клали в этот манеж. Потом я приезжала за ней... Двухмесячные. Ну, она ходила, то есть, двух и шести, я её всегда забирала. Потом я приходила за ней, и я опять её брала. Она даже уже не плакала, она уже настолько была привыкшая. Ну, нет, это вот, нет, этого не сформировано. И вот я её забирала и несла домой. Мне её было очень жалко, мою сестру. Но я-то точно так же прошла через те же самые ясли. И вот возникает вопрос. Значит, получается, раз у нас нет этого, изначально не заложили в этом возрасте... То всё. То всё? Получается, мы этого лишены навсегда. А нет, не всё. На самом деле нет. Бог предусмотрел выбор. Выбор. Либо мы будем говорить, ах, мама, ты мне не додала, я поэтому такой несчастный. Будем винить общество, маму, там, не знаю, кого угодно. А можно просто действительно, понимаете, вот сделать выбор в своей жизни. Что я знаю, что Господь хочет, чтобы у меня были все строительные блоки. И над этим просто надо работать. И я, например, в своё время ещё и поняла, что вот для того, чтобы у меня это восстановилось, мне дан мой муж. Ну, это я не сразу поняла, потому что очень долго меня это раздражало. То, что вот у меня этого нет, а у него это есть. У меня мама со мной сидела, ну, практически всё моё детство. Она не работала, была домохозяйкой. Где-то, наверное, у меня было... Ну, находилась на работу с тобой. Да, двух с половиной лет она вышла на работу. А потом она меня на работу с собой брала. Она меня до полутора лет грудью кормила. То есть я вот маминкин сыночек такой. Она меня воспитывала, она меня всё это вкладывала. И вот мы с Мишей женимся. Вот представьте себе. Потом, когда мы это всё узнали, вот проанализировали, я поняла, что это не его проблема. Это моя. Вот Миша получает удовольствие просто от общения. Вы знаете, вот ему просто вот за радость посидеть и просто пообщаться, поговорить, пошутить, полубаться. Понимаете, вот. А для меня вообще, мне всю жизнь как было? Чего просто так лясо точить, надо отдельно говорить. Или нечего вообще время тратить? Вот есть вопросы, которые надо обсудить. Всё, раз, два, три и до свидания. То есть у меня произошёл вот тот самый уход от общения и дети. Не значит, что я не умею общаться. Но я всю мою жизнь рассматривала общение как способ чего-то достичь. Для Миши общение само по себе уже классно. Да. Мы уже слышали такое, как-то теорию, что есть два типа людей. Одни ориентированы на процесс, другие на результат. Как вы считаете, это просто абсурд, ерунда? Или вот, ну, когда вы рассказали, у меня сразу первая мысль об этом. Что для Михаила важен процесс. То есть он в самом процессе получает удовольствие, делая вот это дело. А для вас важен результат. Если нет результата, процесс... Ну, мы сейчас... Здесь немного другой. То есть есть ориентация людей на цель, есть ориентация людей на процесс, есть ориентация людей на постановку вот этих вот целей. То есть... Вообще по-хорошему хорошо, если будет ориентация и та, и та у каждого. Просто один умеет делать одно, другой умеет делать другое. И по большому счету это опять то, что в нас вложено. В нас вот как... Вот часть характера. Ну, согласитесь, то, что было в моем характере, далеко не положительное. Вы согласны с этим? Это далеко не... Более того, положительное я воспринимала как отрицательное. И понятно, что исходя из моего отрицательного в моем характере, я больше ориентирована на то, что соответствует моему характеру. Но это не значит, что все дети, которые получили воспитание нормальное от матери, от ноля до года, они все будут ориентированы на процесс. И они все общительные. Нет, конечно. Мы сейчас будем дальше идти. То есть вы посмотрите, что все это как бы, понимаете, нужно рассматривать глубже, вкупе. То есть не сходить вот так-то из одного периода и делать какие-то выводы. Ну, благодаря тому, что вот мы вместе общались, и Надя жила вместе со мной, она тоже теперь... Да, ей это тяжелее, но она уже может получать процесс от общения. Удовольствие от общения. Удовольствие от этого общения. То есть я, понимаете, я просто, во-первых, поняла, а во-вторых, я просто, действительно, начала... Ну, что же мой муж чувствует, когда просто вот с детьми играет? Понимаете? Вот так, как он играет с детьми, так, как он играл с нашими выросшими детьми, как он играет с нашими жуткими, мне кажется, вообще, вот я не умею так играть. Я могу учить, я могу буквы там рассказать, я могу там сказки читать, я могу как-то целенаправленно какую-то методику там детям показать. Ну, вот так вот, потому что, знаете, когда они берут в руки, вот, сын, фонарики, выключают везде свет, и у них эти фонарики превращаются в космические корабли. А еще, когда эти космические корабли, они, значит, вдвоем... Ныряют в ванну? Ныряют в ванну. Вот, и сами сойдут в ванну, и эти космические корабли превращаются в подводную лодку. Понимаете, вот у меня до этого мозги не дойдут. Зато ребенок приучается не бояться темноты. Он, понимаете, он мне доказывает, что это нужно. Понимаете, то есть вот его умение получать удовольствие просто от общения, вот дает моему мужу вот это вот совершенно потрясающее, вообще, знаете, вот бескрайние возможности это общение делать потрясающе, обогащающим для всех. Вот я этого до сих пор еще не научилась делать. Я учусь. Я смотрю на мужа, я учусь. Понимаете, вот он мне дан, Богом, я сейчас понимаю, для того, чтобы вот это... То есть это не было заложено, но это можно выбрать в своей жизни, этому можно научиться. И вот я хотел прочитать статью, которая называется «Спасительное объятие». Первая неделя жизни двух близнецов. После рождения каждый из них был помещен в индивидуальный инкубатор. Они были настолько слабы, что доктора уже даже не ожидали, что выживет хотя бы один из них. Однако медсестра пошла против правил больницы и поместила двух близнецов в один инкубатор. Когда они оказались вместе, наиболее здоровый из близнецов обнял свою маленькую сестренку. И после этого у малышки стабилизировалась работа сердца, температура поднялась до нормальной. Ну и вы не забывайте обнимать тех, кого вы действительно любите. И фотографии. Вот я опущу, посмотрите. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok